Цены на продукты упали. Яйца, овощи и даже мука впервые за пару месяцев подешевели. Но есть вопрос, прибавил ли кошелек покупателя в весе? Ощутима ли для него новая цена за килограмм? На немножко совсем. Это на сколько немножко? Ну, рублей на 10, на 20, знаете, это неощутимо. То есть два месяца одна и та же цена? Ну, мне показалось так, не знаю. Продавцы не скрывают и говорят, какой сегодня средний чек на рынке. Хотя, снижение цен никак не увеличило их продажи. У нас чеки тысяча и полтора. Люди по чуть-чуть берут. По чуть-чуть? Никак, как в прошлые годы. В первую очередь, это сезонность. Второе, может быть, я даже основное сказал, что это все-таки снижение покупательской способности. Люди стали экономить. Естественно, это оказывает на рынок влияние. Значит, цены треснули под стойкостью зарплата. Точнее, от стабильно низкого заработка в Алтайском крае. Так говорят барнаульцы. Вдобавок, жалуются и пенсионеры. Последняя индексация пенсии на 10% не помогла. Очень дорого стало. Деньги обесценились. Сами видите, что творится. Сильно не нашикуешься. Нашикуешься – это сколько? Ну, дорого. Идешь по необходимости. Две-три тысячи. Нет, я не могу за раз потратить столько денег. У меня пенсии не хватает. Есть мнение, что в магазинах сегодня дешевле. Поэтому мы отправились туда и побывали сразу на двух точках. Здесь и правда яйца стоят на 20 рублей меньше. Десяток можно купить за 60. На 12% яйца подешевели в мае. Еще почти на 2% – в июне. Сегодня в цене быстрее падают свежие помидоры и огурцы. А куры охлажденные и вообще мороженое не набирают даже процента. Ажиотажный спрос на ряд товаров, таких как сахар, соль, в марте месяце. Сейчас мы видим, что насыщение рынка и потребителей произошло достаточно существенно. И спрос на эти товары спал. Соответственно, предприниматели вынуждены и цены откатывать для того, чтобы возобновить этот необходимый спрос. Вот стою сейчас, думаю, какие яйца взять по скидке или настоящие. Вообще домашние стараюсь брать яйца. Бьет по кошельку? Ой, ну что? Конечно. Огурцы вот упали, я вижу. А больше что? То, что надо, все равно возьмешь. Без вариантов, даже если слишком дорого. Ну, слишком дорого я просто не подхожу. Если верить специалистам, то цены еще упадут. Их главный аргумент, если у покупателя нет денег, значит на рынке снижают цену, а торговые сети накрывает волна скидок. К слову, такой ход не знак милосердия к покупателю, а простая выгода. Иначе ведь не заработают. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин.